Здесь действительно изменилось многое. Больше не работает основатель биокомплекса, известный в научном мире человек, Аркадий Васильевич Мишанов. Говорят, ушел на пенсию. Скорее всего, устал бороться с несправедливостью. Долгие годы Аркадий Васильевич тащил, что называется, биокомплекс на себе. Денег выделяли мизер. 13 тысяч на более чем три десятка животных. Вот и приходилось ради любимых змей, черепашек, рыбок жертвовать своей зарплатой. Сейчас биокомплексом заведует Марина, дочь Аркадия Васильевича. Раньше они работали вдвоем, сейчас она одна. По выходным приходит помогать девочка-студентка. Вы знаете, мы бы не отказались от серьезного спонсора, который бы нам, может быть, помог там, ну, ремонт сделать, что-то такое. На самом деле Марина Аркадьевна скромничает спонсор и не один нужен биокомплексу. Администрация по-прежнему выделяет 13 тысяч рублей в месяц. К примеру, вот эти два друга. Сахарные постсумы. Очень дорогое удовольствие. Едят только детское питание или каши. Их Марина покупает на свои деньги. Отдать животных нельзя. Ребята на примере полосатых. Учат животные мир Австралии, Тасмании и Новой Гвинеи. Эти лягушки тоже только одной травой не обходятся. Хищники питаются мясом. Также обстоят дела с черепахами, змеями, аистом Семеном, шиншилами. Обеспокоенные за судьбу биокомплекса мы позвонили в администрацию города. Но комментировать что-либо чиновники не стали. Посоветовали все уточнять в школе. Администрация выделяет деньги на биокомплекс или вы собственными силами? Выделяет. На питание животных выделяется 13 500. Хватает этих денег? Ну явно не хватает. Почему? Потому что животных там больше, чем числится на самом деле. А мы выходим из положения. Тут у нас и дети несем какую-то кормежку, и учителя несут. Поэтому, в общем-то, хватает. А вот этих животных, которых больше, которые лишние, их нельзя как-то на баланс поставить? Можно, конечно, но это проблематично. Тогда просто очень крупная сумма денег нужна будет. А ее, наверное, не выделят, конечно же. Как нас заверила директор школы, с 1 сентября руководитель биокомплекса Марина Аркадьевна станет получать больше 10 тысяч рублей. Сейчас получает 6. Руководству лицея удалось повысить ей ставку. А животные по-прежнему ждут добрых самаритян, которые желают не дать погибнуть уникальному биокомплексу. В Орле нет ни зоопарка, ни своего цирка. Почему бы не сохранить хоть этот живой уголок? Если бюджет мог изыскать средства на покупку пансионата ЗИЛ или дворца Металлур, то почему не может увеличить финансирование биокомплекса? Ведь он будет очень полезен и интересен детям. Татьяна Суворова, Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.